В городе, погруженном в хаос и разрушение после ядерного взрыва, двое молодых людей, Алиса и Майкл, нашли друг друга. Они были единственными выжившими в этой опустошанной местности. Под проливным дождем, который казался символом их слез и горя, они стояли лицом к лицу. Алиса, с ее прекрасными глазами, озаренными надеждой, смотрела на Майкла, который был полон решимости и силы. Они встретились случайно, когда Алиса бродила по разрушенным улицам, искавшая призрачную надежду на выживание. Майкл, который уже давно потерял всю свою семью, неожиданно появился перед ней, словно ангел-хранитель. С самого начала они почувствовали особое притяжение друг к другу. В этом мире, полном страха и безысходности, они нашли утешение и поддержку в объятиях друг друга. Под проливным дождем, который отражал их слезы и скорбь, они решили сделать невозможное, они решили целоваться. Это был поцелуй, который олицетворял надежду и возрождение. Их губы соприкоснулись, и они почувствовали, как их сердца замирают на мгновение. В этот момент они забыли о ядерном взрыве, о разрушении и страхе. Они были только они двое, объединенные любовью и желанием выжить. Но даже в этот момент счастья, они не забывали о реальности. Ядерный взрыв все еще угрожал их жизни. Они знали, что им нужно действовать быстро, чтобы найти безопасное убежище. Сохраняя свою силу и решимость, они держались за руки и отправились в путь. Под проливным дождем, они шли вперед, несмотря на опасности и трудности. Их поцелуй под проливным дождем стал символом их силы и надежды. Они знали, что вместе они могут преодолеть все трудности и найти новую жизнь в этом опустошанном мире.